Новости Сургут 24 Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зарегистрирован в Югре. Пациентка с ОКБ недавно вернулась из Европы. Проекционные переходы, наблюдения, анализ состояния асфальта, достижения компании «Северавтодор» оценила губернатор региона. И помогите вдохновению. Ансамбль слабовидящих музыкантов ищет инструменты, чтобы покорять любителей мелодий 80-х. Новости Сургута Первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Югре. COVID-19 диагностировали у 30-летней женщины-жительницы Сургута, уроженки Ноябрьска. Руководитель Роспотребнадзора региона Майя Соловьева сообщила, что женщина вернулась из круиза по Европе. Последней страной, в которой она была, стала Италия. Сургутянка приехала в наш город еще 11 марта и сразу сообщила о своем прибытии в Роспотребнадзор. Данная гражданка, увидев в аэропорту прибытие в городе Москве, как службы Роспотребнадзора и медицинские работники ведут себя в отношении к пассажирам, прониклась этой ситуацией. Летела она в город Сургут в маске. Сразу по приезду она проинформировала структуры Роспотребнадзора, медицинскую организацию. Была обследована, находилась в изоляции в единственном числе в своей квартире. Специалисты на дому взяли у женщины анализы и отправили их в лабораторию Новосибирска. 17 марта из учреждения пришел сомнительный результат. Сургутянку сразу же госпитализировали в инфекционное отделение СОКБ. 19 марта диагноз подтвердился лабораторно. Состояние пациентки удовлетворительное, она получает лечение. Температура не повышена, есть небольшой кашель. Первой, у кого в регионе подтвержден коронавирус, звонила губернатор Югры Наталья Комарова. В Сургутскую ОКБ для контроля состояния больной приезжал руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. На сегодня получат положительный результат лабораторного исследования полимеральной цепной реакции, подтверждающей наличие у нее коронавирусной инфекции. Состояние пациентки удовлетворительное, за все время наблюдения температура не повышалась. Динамика положительная. По нормализации лабораторных показателей, по выздоровлению она будет выписана. На данный момент под наблюдением в Югре находятся 146 человек. Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, власти ввели режим повышенной готовности. Вместе с отменой массовых мероприятий и переводом на дистанционное обучение студентов и школьников, меры предприняли и медучреждения. Например, в первой поликлинике на входе работают санитарные посты. Пациентам замеряют температуру тела и в случае, если она повышена, человека отправляют в фильтр-бокс. Это сделано специально, чтобы разделить потоки больных и здоровых людей и минимизировать их контакт. В детской поликлинике отменены профилактические приемы, профилактические прививки, профилактические осмотры. То есть вся профилактическая работа пока до особого распоряжения отменена. Усилена у нас бригада врачей, которые будут обслуживать вызова на дому. То есть в основном обслуживание пациентов будет проходить на дому. Есть новшества и во взрослой поликлинике. За сутки в рентген-блоке возвели стену, чтобы разобщить потоки здоровых и потенциально инфицированных пациентов. Последних также отправляют в фильтр-бокс через отдельный вход. Вместе с тем медики призывают ответственно относиться к сложившейся ситуации. Не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила гигиены. При первых признаках ОРВИ или гриппа обращаться к врачу. Самая основная задача это сегодня системы здравоохранения, Роспотребнадзора. Это все-таки разработать вакцину для того, чтобы создать нормальный популяционный иммунитет на будущий период. Я думаю, что мы справимся с этой инфекцией. Все тренируются, все учатся. Я надеюсь, что это будет таким хорошим опытом и для медицинских работников, и для граждан, и для работодателей в том числе. С 19 марта все образовательные организации ЮГРЫ перешли на дистанционное обучение. Это решение приняли в связи с приказом об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Пока меры безопасности будут действовать до 12 апреля. Среди иногородних обучающихся возникла паника. Многие, собрав чемоданы, спешно уехали домой. А некоторые утверждают, что их заставляют выселяться из общежитий. Мы побывали в студенческом корпусе Сургутского госуниверситета. Подробности у Валерии Кудрявцевой. В руках чемодан. Впереди семичасовая дорога на поезде с пересадками. Студентка Сургутского государственного университета Екатерина Семенкова отправилась домой в город Радужный. Так же, как и еще десяток обучающихся. Днем рядом с общежитием можно было наблюдать картину, как один за другим молодые люди выносили из здания огромные сумки с вещами. По словам девушки, причина в приказе об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Нам последние два дня начали поступать такие сообщения, что скорее всего нас выселят, что общежитие надо освободить. И вчера, наверное, в полдень мы поняли, что нам пришел приказ, мы поняли, что нам нужно съезжать и собирать вещи. Сейчас наши, кто с нами живут, соседи, они очень оперативно ищут квартиры, особенно те, кто работает. Им просто сказали, берите, снимайте квартиры, выезжайте. Есть возможность остаться в общежитии, но сказали, что скорее всего их просто закроют и выпускать не будут. Также, по словам девушки, всех выезжающих попросили полностью освободить комнаты от вещей и провести уборку с дезинфицирующими средствами. Основную панику и ажиотаж начала поднимать в общих чатах, в мессенджерах сама молодежь, утверждает руководство ВУЗа. Именно это, по мнению сотрудников университета, ввело студентов в заблуждение. По словам проректора по социальной внеучебной работе, никто никого выселяться не заставлял. Студентам лишь рекомендовали на время дистанционного обучения съездить домой. У нас тоже был издан приказ в университете о том, что мы рекомендуем студентам освободить на период введенного режима повышенной готовности, так как они переходят на дистанционное обучение, что больше времени они могли провести дома с родителями и дистанционно продолжать обучение. На дистанционную форму обучения переведены все образовательные учреждения Югры до 12 апреля, в том числе и высшие. Сургу заверяют, что тех, у кого нет возможности выехать из общежития, выгонять не будут. Но им необходимо подписать заявление о том, что они ознакомлены с правилами и мерами безопасности. В их число входит трехразовая влажная уборка и проветривание комнат. Дезинфекцию студентам нужно будет выполнять самостоятельно. Необходимые для этого средства будет выдавать заведующий общежитие. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Три человека оказались в больнице после очередного ДТП в Сургуте. Авария произошла вечером 19 марта на улице Несенина, напротив дома номер 2. По предварительной информации, внедорожник Сузуки выехал с территории автозаправочной станции на главную дорогу. Водитель не убедилась в том, что ее маневр не помешает другим участникам движения. Во время поворота налево в нее влетел и Лексус, который двигался со стороны ЖД вокзала. В результате удара помощь медиков потребовалась водителям обоих машин. Для осмотра в травматологическую больницу доставили ребенка, который ехал в Сузуки. Известно, что 6-летний мальчик находился в специальном удерживающем устройстве и был пристегнут, ведется следствие. В Сургутском городском суде повторно допросили свидетелей по делу бывшего главы города Дмитрия Попова. Потребовались показания заместителя начальника отдела социально-экономического прогнозирования мэрии Марии Хромцовой и Юрия Волгушкина. Ныне это заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства. Гособвинители интересовали отчеты главы города о состоянии системы образования и финансовом благополучии Сургута. Документы запросили в Думе, два тома в итоге приобщили к делу. Допросы идут в рамках расследования трех уголовных дел. Дмитрия Попова обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже песка по заниженной цене, при покупке помещения на профсоюзов 38 для детского сада, а также выплате субсидий совхозу Северному, который находился в процессе банкротства. Следователи полагают, что действия Попова нанесли ущерб городскому бюджету. За сколько этот объект был приобретен? Конечную сумму тоже с собой не взял, не готов ответить. Это были средства бюджета какого уровня? Это были средства округа. В этой сумме, за которой приобретены данные помещения, была доля города? Насколько мне известно, нет. А вы говорите, доля предусмотрена? Нет, доля предусмотрелась Думы города. Программа? Да, да. Приобретена? Приобретена, да. Не программа, поэтому ни одного рубля городского бюджета в этой сделке не принимало участие. На этой неделе дополнительный допрос завершился. Судебное заседание отложили. Пока на 1 апреля. Ожидается, что в этот день начнется стадия дополнений к судебному следствию. Если реплик не возникнет, перейдут к премиум сторон. Впрочем, существует вероятность, что заседание в назначенную дату не состоится. С 19 марта в Сургутском городском суде введен ряд ограничений. Личный прием граждан приостановлен. Рассмотрению подлежат только безотлагательные дела. Об избрании, отмене или изменении меры пресечения. Защите интересов несовершеннолетних или недееспособных в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. А также в порядке приказного упрощенного производства. Судебные заседания по остальным категориям дел будут отложены до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. Единый диспетчерский центр инноваций, которые помогут сделать дороги Югры более безопасными. Губернатор региона Наталья Комарова посетила офис компании «Северавтодор». Новый спецтранспорт, проекционный переход, камеры наблюдения, система анализа состояния асфальта. О снижении показателей аварийности на трассах округа и прорывных технологиях Татьяна Расторгуева. Крупнейшей компанией по обслуживанию дорог Югры есть о чем рассказать главе региона. Здесь сумели добиться выполнения ключевых задач. Повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение числа смертей и травматизмов ДТП на трассах округа. В результате этой программы за прошлый год по сравнению с 2018 годом удалось добиться по дорожным условиям снижения этих случаев на 37,5%. То есть всего 35. Количество погибших с 97 к 77,4% на 20%. И в целом раненых на 7%. «Североавтодор» в прошлом году приступил к активному обновлению парка обслуживающей техники. Купили 87 единиц. Грейдеры, погрузчики, асфальтокладчики и другой спецтранспорт. В их числе 36 комбинированных машин на базе японского «Исузу». Их выпускают в Ульяновске. Еще 40 таких приобретут в этом году. Мы выбрали машину, которая, считаем, по качеству, по качеству работы, по удобству управления, соответствует всем современным требованиям. Ну и у нее, в общем-то, большой гарантийный срок – 3 года и 200 километров пробега, что в отличие от других тех, на шаг впереди. Еще одно прорывное направление – региональный диспетчерский центр. Ему полтора года, и все это время четыре оператора и старшие смены осуществляют круглосуточный мониторинг состояния дорог, как федеральных, так и региональных и межмуниципальных. В случае ЧП отсюда поступают сообщения в МЧС, ГИБДД и ЕДДС. Здесь оперативно узнают об ухудшении погодных условий и могут порекомендовать или потребовать ограничить движение по определенному участку трассы. Для осуществления своих функций региональный диспетчерский центр оснащен. Это 40 мобильных онлайн-камер, которые устанавливаются у нас на комбинированные дорожные машины, машины дорожного мастера, и которые передают картинку в режиме в реальном времени в региональный диспетчерский центр. Это вот сейчас вы можете наблюдать. При этом у нас еще 36 стационарных онлайн-камер. Из них 18 установлены на федеральной сети нашего федерального управления Уралу-Правтодор. Вы к ним подключились? Да, мы к ним подключены. И 18 – это камеры, которые на региональной сети устанавливаются. В планах увеличить группировку камер, чтобы покрывать всю региональную сеть. Кроме того, губернатору рассказали о планах по приобретению двух мобильных метеостанций. Их установят на патрульные машины с севера Автодора. Система позволит не только фиксировать реальное состояние покрытия проезжей части, но и давать метеопрогнозы, в том числе по обледенению. Вы видите, какие погодные изменения происходят, климатические изменения происходят у нас в регионе. И сегодня одна из больших проблем становится возникновение черного льда на дороге. То есть, когда асфальтобетон нагревается, охлаждается в связи с тем, что он чисто и морозно, и в то же время возникает отепель, туман, и этот туман уже примерзает буквально на покрытии очень быстро. Получается черный лед, который вызывает самое большое опасение для водителей, потому что практически его незаметно, а машина теряет цепление с дорогой. Добиться своевременной реакции дорожников можно только через получение метеоданных, потому что образование черного льда сложно предсказать заранее и предотвратить. Еще одна новация – первый проекционный пешеходный переход, который уже несколько месяцев работает в Сургуте. Наталье Комаровой новинка понравилась. А как же производители красок? Еще без работы осталось. Вот это нам позволяет разметку иметь на дороге в круглогодичном режиме, невзирая ни на какие погодные условия. Ни на снег, ни на туман, ни на гололед. И какие затраты ресурсные на монтаж? В ценах января 2020 года это нам обошлось в 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей? Оборудование плюс монтаж. А оборудование отечественное? Нет, это импортное. Интеллектуальная зебра обеспечивает большую безопасность пешеходов. Устройство представляет собой проектор, расположенный над проезжей частью. Он воспроизводит на асфальте привычную автомобилистам дорожную разметку. Новинка актуальна для Сургута особенно зимой. Во время тумана, снегопада и преимущественной темноты зебра хорошо просматривается издалека. И вполне вероятно, что после успешной апробации в нашем городе проект получит распространение во всей игре. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаргунов, Сургут Интерновости. Стратегическое партнерство. В Сургуте работала делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты. В рамках визита ее участники встретились с властями Югры и Сургута. Обсуждали развитие партнерских отношений и направление сотрудничества. Например, немецкие компании с многолетним опытом работы могли бы помочь региону в переработке коммунальных отходов или цифровизации промышленности. Где могут базироваться предприятия из ФРГ и почему сотрудничество с Германией так важно для округа, знает Дарья Давыдова. Отношения Югры с Германией носят стратегический характер. ФРГ занимает третье место по объему товаров, которые экспортирует наш регион. Большая часть продукции – это углеводороды и продукты нефтепереработки. Только за последние 9 месяцев товарооборот между округом и Германией составил 1,8 млрд долларов США. Однако время сегодня сложное и по эпидемиологической ситуации, и по нефтяному рынку. Это еще раз подчеркивает важность и необходимость диверсификации нашей экономики и открытие новых возможностей экономической деятельности в регионе. По вопросам экономического сотрудничества, сотрудничества в области науки, культуры, спорта, там мы постоянно используем самые разные площадки для того, чтобы организовать это сотрудничество и развивать его. В Сургуте за одним столом собрались власти Югры, представители компаний, которых с регионом связывают экономические отношения. Присутствовали на встрече главы Сургута из Сургутского района – Вадим Шувалов и Андрей Трубецкой. Немецкие предприятия, которые работают в округе, ежегодно инвестируют в основной капитал свыше 900 млрд рублей. Каждые 12 месяцев их заказ превышает 200 млрд. «Есть смысл обслуживать такого рода инвестиции», – подчеркнула Наталья Комарова. Визит делегации российско-германской внешнеторговой палаты не ограничился лишь совещанием. Те, кто приехал, посетили несколько предприятий и не безрезультатно. По первым двум дням, должен сказать, что у нас наметились реально интересные пункты взаимодействия. И, как мне показалось, даже у некоторых компаний вполне себе реальные проекты. Партнерам из ФРГ предложили взаимодействие в разных сферах деятельности. Например, свободная ниша сегодня, обращение с отходами. Немецкие компании добились больших успехов. В переработке это как раз то, что необходимо сегодня нашему округу. Еще одно направление – цифровизация промышленности, обучение предприятий. Звучали даже идеи о поставке снегоуборочной техники, даже в Сургут, которому это весьма пригодилось бы. Приход в регион немецких компаний вместе с тем помог бы Югре в честь обучения специалистов. Играл бы и на развитие малого и среднего предпринимательства автономии. Больший потенциал и кратно больший потенциал для развития малого предпринимательства, он кроется в сфере услуг. И вот обслуживание, проведение работ и, собственно, те сервисные задачи, которые могут решать локальные, местные, малые и средние компании. Вот это вот как раз тот потенциал, о котором мы договорились. Югра создает и инфраструктурные возможности для инвесторов. Например, в Нефтьюганске, Когалыме, Сургуте строятся индустриальные парки, производственные хабы. Парк нашего города при этом стоит на пороге открытия первой очереди, которая намечена уже на апрель. Индустриальный парк Югра – это наша первенница. Я напомню, что это пока единственный парк, который аттестован в соответствии с федеральными требованиями, внесен в реестр федеральный. Что касается реализации, действительно, ряд сложностей было. Мы вчера были на этой площадке, идет финишная отделка, уже чистовая отделка. В следующем месяце в индустриальный парк начнут заезжать первые резиденты. На данный момент подписано пять соглашений. Причем, как подчеркнули в фонде развития Югры, основная ориентация предприятий – как раз не нефтяная и газовая добыча. Например, среди будущих участников – IT-компания. Индустриальный парк Югра – многопрофильный. Здесь с нетерпением ждут разные производства. Немецкие стали бы украшением промышленного хаба нашего города. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов. Сургут Интерновости. Не проходите мимо. Вдохновению нужна ваша помощь. Эстрадно-духовой ансамбль, в котором играют слабовидящие музыканты, ищет инструменты, даже не новые. Коллектив начал собираться восемь лет назад. Здесь нет профессионалов. Все участники ансамбля учились играть сами по книжкам. В копилке уже есть награды, но для достижения новых творческих высот не хватает саксофонов и трубы. Виктория Алексеева узнала, как можно помочь вдохновению. История коллектива «Вдохновение» началась восемь лет назад. Тогда председатель Сургутской общественной организации слепых Геннадий Кузьмич Моисеев решил организовать эстрадно-духовой оркестр. Дал клич «Пожалуйста, приходите». Подтянул друзей. Два года ушло на образование творческой группы. Самым сложным оказалось найти инструменты. С миру по нитке собрали инструменты. Не все, конечно. Но репетиции начались. В 2014-м коллектив отправился на свой первый конкурс в Тюмень. Спустя год на фестивале Уральского федерального округа получили диплом третьей степени. Появились еще большие стимулы и желание расширять запас инструментов и нарабатывать программу. Программу-то у нас в основном мы берем несложную, но такую же где-то у нас слуховность, которой нам приятно было поиграть и сыграть. В основном это мелодия 80-х годов. Вот такие мы берем, и с ними репетируем, играем. Коллектив репетирует дважды в неделю. С радостью принимает приглашения на различные выступления. В прошлом году, например, дали концерт в санатории Юган. Ежегодно участвуют в фестивале с песней по жизни. Проблему с костюмами решают сами. Но есть сложности, с которыми своими силами музыкантам не справиться. Не хватает профессионального дирижера, который будет организовывать процесс. Поможет разобраться в партитуре оркестровой и с солистами. Но и это не все трудности. Инструмент, на котором я играю, это баритон. Выпуска конца 60-х годов. Видите, он весь уже и сбитый, и побитый, и на веревочке связан, и за лентами заматанный. В общем, это одна из наших главных проблем. Это не только мой инструмент, на котором я играю. И другие, и трубы у нас такие есть. В общем, мы пользуемся инструментами, кто что даст, называется. Вот недавно обратились в филармонию второй раз уже, и вновь получили отказ. Так, обращались мы к депутатам нашей думы с просьбой помочь, обещали помочь. Но пока вот духовых инструментов они нам не помогли найти. Также от добрых людей, кто может. Зато синтезатор, вот, по-моему, бэушный, но в хорошем состоянии. Эстрадно-духовому оркестру вдохновения очень нужны саксофон-тенор и баритон, и труба. Если вы можете помочь слабовидящим музыкантам, позвоните в нашу редакцию. Номер телефона вы видите на экране. Это нас объединяет, потому что все, мы, кажется, в душе. Это меломаны, что ли, да? Так, любим музыку, да? И здесь у нас интересы едины, да? Мы здесь и спорим, порой, да, критикуем друг друга, а в целом мы очень уважаем друг друга. Нам нравится. И, судя по отзывам, тех нас слушает, и народ к нам начинает прислушиваться. А нам это вдвойне приятно. Стало быть, мы и себе даем отдушину и добрым людям. Сейчас ансамбль готовится к фестивалям с песней по жизни, гармония, джазово-духовой. Но в связи с отменой массовых мероприятий почти все они перенесены. Есть время найти музыкальные инструменты и получше подготовиться. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей на сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Радио «Дача». Музыка нас связала. Добавим комфорта по вашему желанию. К высоким запросам проявим внимание. Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы. Выгодные скидки в качестве сюрприза. Наша компания вас не подведет. Навстречу вам всегда пойдет. Компания «Жалюзи». Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Внимание, внимание! Напоминание! Что малышу покушать, какие сказки послушать. Игрушки, кроватки, коляски, салазки. В сети «Карапуз» все, что хочет Бутуз. «Карапуз» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok